друзья мои приветик жду распуска вот этого бутончика это мишка посмотрите наверное будет двухцветный ведь и низ такой более темный а вверх такой зелененький интересно интересно будет посмотреть малышок малышок но решил цвести первый бутон по моему скинул или это не он или вниз кирнето другой скину вела цейка тут рядышком все цветешь и пахнет далее мужа привет передает скажи всем привет всем доброго утра позитивного дня до когда я уже позавтракала позавтракала уже и вот здесь еще один цветочек вот такое и будет 3 к ним в компанию не знаю какой будет цвет посмотрим так девчонки а сейчас у меня тут затея я кстати с утра уже пролила эту нижнюю полочку это малышня которая не должна сейчас цвести даже если захочет я бы не хотела чтоб она цвела смотри какие разные по окрасу листья до нежно-салатовые кого-то у кого-то более темные в общем цветоносов я у них не обнаружила ни у кого и это хорошо потому что пока не надо модеста меня порадовала тем что после пересадки сейчас девочки покажу вот корни появились у стенок горшка в некоторых местах то есть процесс идет шейки корень но цвести нам не надо мы успеем чем я их провела провела я их большим содержание удобрением щадящим разведением тут кстати вот листики мои пилоричные орхидеи по чуть-чуть съедают нижний с большим содержанием азота потому что им надо наращивать свою массу и когда она достигнет критических значений тогда выпускать цветонос раньше не надо красавица тоже так нравится мне этого розетта она корешки растит умница так не нужны мне никакие цветоносы я их не хочу пока пока не хочу вот мне надо корешки и листики я хочу чтобы они в цветение вступали орхидеи когда у них уже хорошая такая листовая масса девочки вот мне писали что вот возьмите теплой водички это гигантея альба которая не хочет раз свой лист растению не хочет его раскрывать девочки я уже и брызгала я уже и протирала и примочки дело не открывает она пока свой лист вот такое вот странное явление я не переживаю не переживаю вот этот у меня из гидропоники товарищ был из голой корневой был но в итоге пошел в живой мох и я думаю налила воды девочки полка вспухнет деревянная но не дерево скорее всего что какой-то этот на салфеточку взять я не думала что здесь есть отверстие в общем пошла в живой мох это орхидея детка от galaxy по моему да от galaxy потому что как-то она в гидропоники совсем ей не понравилось но так мне интересно наблюдать вот за этим интересным фаленопсисом это мету какой-то драгон драгон какой-то какой-то такой знаете немножко так чтобы свет ему не закрывали соседи говорят что если листья вот такие вот нежные зелени чуть ли не мятные то это орхидеи летнего цветения такую я слышала версию ну и вот модеста мне нравятся такие листики мне в общем сейчас у меня тут дело созрело на миллион хочу переследить своего давнего жителя моего этого господи суга лоуренса не суга лоуренса девочки как его звать сейчас помню как тебя звать я уже по тебя забыла ты очень капризный и уже не часто бываешь в обзорах красавчик ведь он у меня тут с деткой и лас-вегас я совсем уже чем несуга лоуренс в общем я смотрю у него там вообще как-то так в горшочке но корни есть вот эта манка вот ведь и вот корни идут я хочу его разобрать хочу посадить его в хорошей модный горшочек мое любимый вместе с деткой еще тут ничего нельзя отделять когда надо отделять ветку для начинающих когда появится корни вот этот корень непонятно чей не то детки не то мамкин в общем здесь еще корневого роста практически нет но их нет корней то есть должны появиться корни тогда будем отделять хотя детка уже очень даже приличная девочки надо включить свет хотя полдень но темно так ну что давайте вытянем я хочу посадить его в такой горшочек симпатичный вот такой с подстегивающимся блюдце такой и корой живой мух потому что вот это уже безобразие томится он здесь уже года два темновато да девчата и вроде же так я здесь и подсветку включила и все но все равно темновато так стой давай штатив устанавливайся начинается да не можешь скажи начинается начинается с этой стороны с этой стороны будет виднее что кора у меня лежит пробка костыле называем высыпем часть коры чтобы он правильное дело кора у меня хранится вне квартиры надо пойти ее достать здесь внизу покрылась мхом это волокно сушки на нормальные корни девочки смотрите но частично я хочу вот эту вот кошмар вот этот убрать и обрезать плохие корни убрать эту кору которая там уже у него заплесневела и хочу дать ему кора такую хорошую и живой мог здесь у него кошмар кошмар что я его тут хорошо поливаю думал аж его обновлять но не знаю не знаю что с тобой делать девочки разбираем разбираем этого капризулю ведь у него здесь вот воздушных корней скука вот это надо все пообрезать сейчас стряхиваю все что уходит то уходит ну коковолокно вот так вот оно в принципе вот рассыпалось вот такое стало запах такой есть не очень можно будет здесь короче посадка еще кору с углем можно будет вытянуть вот эти большие кореньки вот эти вот кореньки плохие это по-моему уви карающую ну да она уже такая видите превратилась частично в корсеную такую перегнила ну критики критичная ситуация нет кроме вот этого вот налета который образовался вот на корнях девочки многие корневую замачивают фунгициде возможно и надо я как-то что-то не знаю я сейчас уберу вот они живые корни да и всю корней девочки у вас вегаса пример прилично приличная вот на корнях вот эта манка все спрашивают как от нее избавиться поменьше поливать наверно не разводить сейчас я возьму щипчики сделаем маникюр педикюр маникюр наверное надо не разводить так цветонос уберу старый не разводить корни сухие убираем так что-то я обрезала девочки вот обрезала сухой корень а он оказался растущий решила вас фегаса корня но он прям от шеи был сухой сухой ну ладно вот такой корень ушел мусорное ведро значит надо быть внимательным здесь тоже вот от основания сухой так вот еще один цветонос пеньки надо вот видите как у него сколько испорченных было корней прям действительно хочется его обновить хотела пересадить возникло желание обновить с другой стороны оставлять без корней это очень для этого сорта рискованно рискованное занятие надо просто кончики просмотреть вот видите вообще вот высох веламин вообще на нет а потом идет вроде как на а нет этот кстати можно убрать вот этот корень плохой тяж весь плохой вот это нужно состричь до запах такой знаете балутся гнили вот видите какая у него серая шея прям таки хочется сделать чик но здесь смотрите какие корни и он может обидеться поэтому как-то страшно именно с лас-вегасом так поступать другой бы орхидеи вообще как-то не страшно было с ним страшно так поступать он может не понять большая такая корневая она просто уже старая это корневая он у меня уже девочки наверное больше двух лет то какой больше трех возможно что даже года четыре он у меня так не интересно что это за корень можно ли его а вот этот корень кстати и пропавший его можно отрезать он очень плохой я вам сейчас покажу какой он плохой он бы такой плохой чуй выставлять да так вот по чуть-чуть почувствовать и вот этот мягкий вот я прям сняла веламен видите тоже развела я ему короче тут жижу сильно поливала вот вижу там еще нехороший корень чем надо все перебирать так откуда ты растешь где твое начало и не подлезешь там где-то вообще вот обрезана нет не обрезан там самое-самое основание и возле основания старый-старый корневой рост который уже просто превратился вот они в тяжики одни испорченные без виламена сухие кончики сухие кончики так вот это какой-то тоже не сильно хороший корень вот так здесь какой-то плохой корень но срок жизни как бы службы срок службы корней два-три года поэтому в любом случае всегда в горшочке будут у орхидеи которые у вас давно будут и плохие хорошие корни вот эти вот зашел краешек а на кончике и а рядышком почка вырос почему он продолжил свой рост за активничаем здесь вот тоже плохой краешек вот этот корень плохой краешек здесь вот здесь и ну можно конечно его так на что я потянула нужно конечно фитоспорине замочить там видела по корням перекисью брызгают ну трехпроцентная не пожгет хотя мне пальцы ждет может и пожечь она больше мне кажется по срезам лучше так тут вот тоже плохие сухие корни на тут на шее прям видите прям пустое место вот такую там уже ни к чего не будет старые корни так вот здесь еще вижу плохой корень здесь девочки надо вот так брать и прям зачищать хочу вот эти верхние они конечно не приучены грунту ну поместите в грунт и вижу что придется брать большой горшочек по объему для того чтобы не есть там трехлитровый для того чтобы поместить эту всю красоту так сейчас я его немножко две девочки мой кто увидел девчонки мой пенсец вы не видели а я что-то здесь чешуек но тут даже не чешуйки понятно шо уже одеревеневший такой ствол тут уже нету наверно почек из которых что-то будет путная расти ну вот он корень вот он вот он вроде плотно не копущий я его тоже срежу по чуть-чуть по чуть-чуть по срезаю такие знаете прям корни прям одеревеневшие вот это вот если бы не вот такие новые корешки красивые растущие да прям вот смотрите прям хочется сделать чик и все чик и все вот так обновить ну хватит ли ему вот это питание от этих корней вопрос так я его временно ставлю в кашпо временно это это кстати его кашпо ну как бы он в горшке вот в этом роз и сейчас я его я его не буду ничем заливать вы думали что скажете аня скажет сейчас я его замочу что-то делаю смотрите как он красиво смотрится видите какой красивый кустик с деткой я сейчас вот даже не знаю что тут выбирать и на стекло можно выбрать и уголь вот прям распадаешься вот есть пару коринок таких вот уголь я выберу уголь нужен остальное все в мусорку вот такой становится принципе нормальный волокно таким становится ничего страшного девочки сейчас по выбираю более или менее нормальное что-то но это в гримке и пойду скажу за своей корой она у меня в мешочке стоит коридоре в кладовке сказала вам адрес и принесу там крупные куски коры галтованный классный не знаю зачем тогда мне это чаю выбираем уголь разве что по выбираю и будем высаживать уголь сразу видно он блестит на стекло конечно тоже видно и высадим короче и живой мог добавим а вот это все 2 выброси и пока я тут пересаживаю сын сбегал на базар яблочек купил слив грушек женя это примадонна да это примадонна помидоры примадонна по моему мужичка примадонна домашние 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 хорошо классный слива то что если вот этот а вот среди классные вкусные сладкие молодые смысл а уже все уже женщина говорила так подорожали там 90 гривен это уже последний а почему груши не помнишь груши как обычно 60 до а помидоры не помню ну классный ну уже конечно они не так спелые как летом девочки подоставала свои всякие разные снадобья топаз это от росы мучнистый так как таратопсин м короче у меня из открытых есть фитоспорин м я думаю что можно эти корневые гнили парша мучнистая роса черная ножка сейчас я его туда сыпану разведу и постоит так что мы тут имеем огирки томаты и капуста картопля орхидеи тут нет короче сейчас насыпем чуть-чуть фитоспорин и замочим фитоспорине правильно хуже не будет вода тепленькая у меня здесь не переживайте девочки там сильно переживают то мог я с холодильника достала и зафугачила заодно сейчас корешки вот эти которые повитрены они тоже намокнут замочу пока буду там скорой разбираться горшок искать он постоит фитоспорине может быть даже и мало больше надо точки я не помню сколько надо фитоспорина кто помнит надо взять второй телефон где он у меня о господи и прочитать я обычно вот так делаю так что это такое меня не узнают он меня не узнает так значит фитоспорин спорин для орхидей идеальная защита трата то порошки порошки сколько сколько добавлять ой тут видео как развести фитоспорин для орхидеи на один стакан воды 10 капель порошки меня интересует профилактика полтора грамма это пол чайной ложки на 2 литра воды давайте еще немножко добавим мы все правильно сделали я уверена что здесь пол чайной ложки мы сыпанули правильно пол чайной ложки на 2 литра тут как раз 2 литра где мы прогадали нигде мы не прогадали знаете моя бабушка всегда готовила она очень вкусно готовила она горела у нее было бесполезно спрашивать рецепт она всегда говорила на глаз на глаз на глаз того сего того сего так все ну тут как раз вот литра два с половиной точно все и кто сказал что мы что-то неправильно сделали мы все правильно сделали все окей надеюсь ни у кого не будет обморока все я убираю нет сборная кислота девочки вообще не пользуюсь сборная кислота сан майтам пользуюсь так кто это кого это кто надо было только купить только надо было купить кто ты эпин господи господи даже не вскрыла ампулу я по-моему когда начала его читать инструкцию написали что он там какой-то они непростой опасно так вот триходерма у меня еще есть фитоспорин сан майт тапсин аэм тоже кстати можно было в общем короче короче говоря иду за корой она здесь будет у меня мокнуть это чудо-юдо чудо-юдо когда за корой не пойду вытащила мог с холодильника он на дверце но так и вот смотрите два горшка мне кажется этот будет наверное мал а этот слишком велик а что-то среднего между ними нет ну разве что в старый горшок засадить но я уже хочу в такой но это наверное да это очень много ну попробуем в этот так все иду за корой сейчас вот с этим пойду за корой или с этим лучше мне вот с этим пойду брала коры но она такая есть как и щепа такая тоненькая есть такая хорошая я не перебирала девушка надо выбрать ту которая побольше вниз пойдет побольше куски а помельче пойдет сверху ну вот это вообще такая мелкая да вот есть такие кусочки шок на шашлык может таки сказал говорит мы это твой мешок потом это шашлыки будем жарить это точно чтобы дрова не покупать смеется но все это пойдет в дело только сейчас помыть надо так сложим вот так знаете как делают из печеньев пальчиков печенье пальчики делают монастырскую эту избу мы будем складывать в горшочки вот так капец так сейчас буду промывать вот выбрала такие побольше куски вниз а эту сейчас буду обратно в горшок и отстегну здесь блюдо нижнее и буду промывать ее надо помыть потому что она в этих всех пылучки замочить помыть пахнет там у меня в кладовке прям перебивает запах картошки этом картошка лук а этот мешок прям стоит открытый и перебивает запах овощей то мне понятно что будет пахнуть картошка и что будет пахнуть хвои картошка будет пахнуть хвой замочу не отцепила а он сам отцепился видите какая вода грязная большие кусочки тоже можно это делать заранее и купили заранее помыть просушить это просто вот это пыль ешь когда шлифовали и как поливать в таких горшках спрашивают девочки все девочки мама так пока я тут решаю вопросы лас-вегас замачивается все девочки сейчас будем его высаживать то знаете тут пересадки не так много как подготовки больше подготовки к пересадке чем самой пересадки мне нравится что можно корову даже вот так сделать она но сначала надо нам измерить размер корневой приблизительно понять куда нам заезжать ну судя по всему нам сюда но никак поэтому все таки будем брать вот этот горшок который побольше кусок корня мы потеряли но не без этого нарастет новая корневая так вот сюда придется вот в это ведро его садить ну что делать ну кстати да нормально нормально очень даже неплохо откладываю большими коринками крупными снизу прям вниз туда просовываю корни можно трошки развести они очень сейчас податливые мягенькие вот смотрите все вмещается единственное вот этот корешок непослушный это девочки мама звонит там сегодня сиделка наша пропала телефон не брала трубку и мы уже раз переживали что-то случилось на тоже человек не молодой казалось все в порядке нашла нашла большие кусочки покрупнее до сюда коры надо ух ух сколько а насчет поливая я вам не сказала первые два полива можно замачивать так как кора не разработана но у меня здесь вообще полива не будет потому что здесь сейчас все мокрое корневая мокрая грунт хоть и не полностью промочен но мокрый мог тоже влажный в общем здесь даже не надо париться а если вы ее помоете эту кору и еще высушите а потом только начнете ее использовать тогда вы можете просто этот горшок поместить в кашпо потому что здесь дренажные отверстия вода не будет стоять а когда его поместите в кашпо наберите воды и минут на 30 пускай постоит со всем этим добром и потом только можно вот так вот два раза сделать а потом дали вами поливать проливом поливом проливом и составлением вот в уровне вот этого вот видите подстегнутого блюдца как-то так ничего сложного абсолютно ничего сложного я надеюсь что всегда им понравится расти вот я даже между корней вставляю прям вот эти вот кусочки коры вставляю сейчас я положу мха средний уровень чтоб мог немножко подтягивал между корней много места свободного будет гулять воздух это тоже очень хорошо ведро в котором корни мочились уберу фитоспорином ячки ветер получая ложки фитоспорина так мог прекрасный можно вот эти нижние по убирать вот так вот шапочками вверх так будем высаживать его чтоб он как бы рос горшочки делаем экосистему видите пригодились эти большие горшки я подумала для чего я их купила а есть вот такие орхидеи которые действительно очень крупно меры но знаете я знаю примере когда девочки просто я просто не захотела обновлять а девочки когда есть обновляют то они обрезают тогда горшок соответственно нужен поменьше анечки снимай на 0 5 чтобы было подальше здесь у меня вот иголочки я с удовольствием их лажу потому что кислая среда такая она очень хорошо воспринимается орхидеями так ну что хватит пока здесь муха я по всему периметру лажу и в середине лажу ну подальше от шеи конечно как бы вот среднем уровне еще немножко добавлю так теперь дальше будет у нас кара лежать дальше такие вот кариночки да тут ему осваивать и осваивать ну поливать сильно будем так поливать чтобы не было сильно влажно но чтобы мог был влажным но она будет видно что он зелененький я кстати вот ориентируйся в лиадоре по мху по живому сильно каринки не будем укладывать прям рясно делаем вот так вот такая вот большая каринка казалось бы ее нужно вот так вот туда протолкнуть благо место много в горшке не все считают что нужно брать горшки большого объема но возможно частично это как бы есть в этом своя свое рациональное зерно потому что если будет не дышащая посадка влагоемкая это кстати тоже влагоемкая с мхом то можно можно же эту коробку помельче можно залить очень легко можно залить орхидею но учитывая что у нас куски коры такие достаточно большие что мы вряд ли сможем залить орхидею и и мог будет расти пока еще мха добавили сюда мне хочется его добавить я думаю с деткой они будут неплохо смотреться детка даст еще свои корни и укрепиться в грунте вместе с мамкой и как вдвоем зацветут да классно будет и надеюсь что после этой посадки никакого форс-мажора у нас не возникнет уж можно рассчитывать что будет так еще может быть случится по-другому это же лас-вегас вот это сильно большая длинная я бы так сказал так парфюмерка моя вроде неплохо себя чувствую сейчас мы с вами на нее посмотрим она тоже пересажена не в такой большой горшок что для такого горшка надо много места вы все понимаете шок у нас с вами не оранжереи поэтому с местом у нас конечно туговато очень все воздушные корешки пошли посадку но лас-вегас не подведи будь хорошим мальчиком девочки сегодня вот такое видео про пересадочку чтобы там уже все пересадки стоп если орхидея не цветет и нету никаких признаков появления цветоноса вот я оставила ней два цветоноса старых один она засушила где-то с какой-то стороны она засушила я его обрезала а наверно вот этот нижний старый очень сама вот я не трогала не лазила возможно сейчас после пересадки немножко постоит подумает и потом возможно даст проявит желание процвести ну цвела же господи девочки без перерыва несколько лет постоянно там какой-то перерыв делала на какие-то там полмесяца и опять зацветал поэтому я на нее не в обиде пускай отдыхает она сейчас видно начала заниматься подращиванием детки так ну что хватит напихивать коры или еще положить давайте еще положим нашли целый мешок девочки кору мешок я покупала на сайте году кто будет спрашивать там у них большое предложение коры они вам после заказа но они могут вы можете им написать позвонить и обсудить какая вам фракция нужно не охотно идут на встречу переписки вот не пришла это 3-5 фракция тут блин не 5 тут наверное там есть куски по 15 кончик корешка захватила так а так между корней тоже положу все девочки здесь шоу с вегаса будет окей после моей пересадочки так вышел нормально нормально не поливаем подстегнуть надо блюдца вот остатки коры как вы заметили старую кору я туда ему не ложила потому что тут совершенно другая песня абсолютно другая посадка и поэтому его старую кору здесь пихать вообще нет никакого смысла так сейчас я помою девчонки это блюдца ой ну да подставное тут такие пазики о все села ну вот как то так будет стоять там наверху у меня что там за танцы там как раз места ему хватает но потом поставлю давайте сейчас я здесь отодвину на виду порядке ой вот я положу положу и мы с вами сейчас посмотрим недавнюю нашу пересадочку по такому же типу или там другая кора была я уже не помню наши парфюмерные фабрики adorium adorium вот он вот он вот она дури он его здесь достану там меньше горшок был давайте посмотрим как он себя чувствует я его недавно поливать ну визуально ничего не поменялось не лучше но в лучшую сторону то что продолжает расти корень как-то он что-то уперся в этот нижний лист мне совершенно не хочется снимать этот лист корни пока вижу чтоб они там я ему сверху муха стилей ловите не вижу что в корни активно расчет тургор не теряет все нормально с парфюмер коми тоже надо ухо во стру держать но она мне как-то так этот больше я вот ну тоже как бы над субстратом парень да это хорошо там проветривается это все же у меня над субстратом парит вроде неплохо неплохо кто у нас еще в таком горшочке давайте посмотрим это прошлогодняя посадочка в горшочек такой здесь кора другая здесь уже корней много это моя бабочка чиолин rainbow пилорик туест свела пилориком классная так лимоша перья она плохо росла не хотела ничего растить и вот после пересадки она очень-очень даже неплохо начала девчонки развивать в этом горшке корневую видите корни по моему даже корни вниз но не тут я даже сюда жила коковолокно я вижу сейчас сейчас я вам попробую отстегнуть низ очень часто я заметила сидячки руку по моему прорастают в нижний уровень они корнями в этих кашка что меня так удивило уже засолилась таблица я вот уже несколько орхидей обнаружила что вниз по прорастали корни прям туда вниз тут тоже что-то похоже на такой случай о такое ощущение как будто она знаете как припаялась там либо корни вышли и приросли либо здесь так она плотно села девчонки заодно помою твете пока корни не вышли но уже близки к тому что выйдут скоро он ведь они прям здесь вот они все кончики здесь внизу супер разрослась я так отсюгиваю промываю и ведь хорошо вообще грунт промыла короче надо хорошо помыть очень надо же от солей избавляться периодически да поэтому надо хорошо сейчас я потом про мой хорошо избавляться от солей и поэтому отстегнули и пролили хорошо соли все ушли вода грунт промылся мне нравятся эти горшки то я все за эти горшки топлю вот и это прям воспряла воспряла она прям такая была доходяга такие вот листья у нее были и она стала получше себя чувствовать но цветоносов пока я на ней не вижу пока она не собирается цвести что очень странно в прошлом году она как-то мне очень быстро выдала цветонос но я думаю это было на стрессе потому что она приехала и только приехала сразу выдала цветонос ой как близко я не вижу только приехала и цветонос сразу выдал вот этот корень предательский начал расти вверх ведь ну ладно все все девочки показала вам пересадки а еще одну покажу который вот совсем недавно пересаживали это вот эти из вредных это филадельфия я же так переживаю у нее один лист она отжелтила вот в этот же горшочек я посадила и так смотрю думаю где корни где корни но прошло еще немного времени как бы но я вчера тоже отстегнула вот этот низ думаю дай загляну сейчас я вам покажу что я здесь нашла вот этот корень молчит но вроде как видно что чуть-чуть раскуклился и смотрите я так вчера прям порадовалась о ведь и как бы сказалось бы чё радоваться он вышел наружу но она в росте вот это главное это уже после пересадки она в росте вот это меня интересовало думаю стоит на месте решено там растет не растет аккуратно и сломать его но это показатель того что она в росте надо подклеивать на найти бумажки чтобы было видно что-то происходит снизу а вот так надо подклеивать чтобы было видно что есть корень внизу нет еще так быстро еще не прошло и месяца она уже вышла так что мне нравятся эти горшочки у многих жду корешочки вот здесь корни идут вот надо подклеивать это кто у нас какой-то диамант мету кинг алёра бай тема не знаю а это вот этот к такой да поняли да даймонд даймонд он похож на че релакс у него лист такой видите черные дочки прикольно тоже растет неплохо все все девочки мы справились мы справились я сейчас убираю ну конечно горшок это просто вот не знаю есть ли еще между вот этим объемом это получается вообще больше трех для на четверка хотя они пишут тройка а мне кажется здесь больше чем три литра тут наверно все четыре отца я засадила в лас-вегас но ничего ничего посмотрим как он будет да наверное что то есть между ними что-то на и нет у меня такого горшка есть наверное вот этот между тем большим а ну сейчас девочки так ли можешь ничего не не кусать здесь ничего не трогать вот этот наверно мне прямо интересно стало сейчас это моя змеючка по моему змейная кожа не тут цветоносов еще нет листик вырастила классный молодец вот этот по моему горшок вот это наверное три литра вот нашла какой между ними получается это наверное четыре блин чуя такие но не было таких не было надо было вот такие заказать вот уже засадила в прошлом году в такой горшок это кто у меня это по моему rainbow беглит кажется мне это он что нормально съедать свел в прошлом году красиво что я не вижу но корни видно но такого прям активного активного роста я не вижу ни по корням не по листьям это значит что это значит они вот корень вышел вот здесь он с шеи вышел корень это значит что надо ему дать азотика однозначно вот все увидите пеньки цветоносов такой красивенький беглит но он выгорает сначала красивенький потом выгорает в общем наш но он здесь мох кука чипсы тоже такая стараюсь его сушить потому что у него и большой объем я думала он сразу пойдет листья растить но он там корнями занимается очень все три пока три вот три горшков вида получается давайте сейчас так выстрою вы видели размеры девчонки на сегодня такое видео интересное да вот и вот да и вот маленький вот большой совсем большой чуть меньше наверное на литр меньше наверное это 4 это наверное три это 16 это я точно знаю а это 075 вот вот так вот ну все все нормально растут ну кто-то помедленнее кто-то побыстрее но я думаю что все будет у них хорошо они справятся справятся будут свести радовать все друзья мои всех обнимаю для мужа вам танцует на бис давай не может давай а я знаю что ты хочешь да я знаю что ты хочешь не достанешь да как хочется грызануть девочки зелень не хочет есть яблоки и груши сливы есть там орешки разные такое траву приносила как писали мне не хочет орхидеи хочет есть травку не хочет единственное что я ему салатный лист не предлагала ей надо попробуем все друзья мои на этой оптимистической ноте всем говорю пока в общем пересадили 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 в ведро если девочки напишут ты что с ума сошла ну вот в этот не вмещался есть такие горшки надо было только обрезать посмотрим как понравится лас-вегасу ента корыто пока пока обнимаю позитивного настроения прекрасного дня всего самого-самого наилучшего во все времена и дни недели месяцы и года обнимашки парфюмерка конечно вся блестит красотушка